МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 9 июля, вторник. Смотрите выпуски телеканала АСА. И снова рогатые беспризорники выходят на трассу, благоустроенные скверы и ухоженные клумбы. Бесстрашного спасателя Федора, который вывел сестру из пожара, сегодня как героя встречали педагоги и воспитанники родного детсада. Обязательно при всех детях я расскажу эту историю, чтобы все и так же одноклассники гордились нашим Федором. Даже автомобили зарычат радостно. Разбитый участок профсоюзный отремонтируют красноярцы. Когда уже начнутся работы, расскажем далее. Синоптики пугают ночной грозой и ливнем, а местами и градом. По прогнозу специалистов Сибирского управления по гидрометеорологии, на Красноярский край надвигается непогода. Сильный ветер до 20 метров в секунду принесет сильные осадки. Шторм ожидается в южных, восточных районах, а также на юге Центрального. В него попадают Ачинский, Шарыповский, Назаровский, Манский, Емельяновский и Канские районы. По словам ведущего синоптика краевого гидрометцентра Дмитрия Ульянова, определить точное время, когда погода ухудшится, невозможно. Разбитый участок профсоюзный будет ремонтировать красноярская фирма «Альфастрой». Победитель аукциона стал известен сегодня. От стартовой цены в 15 миллионов он снизил стоимость работ до 14 миллионов 300 тысяч. Кусок дороги от проезда между домами 49 и 50 до здания 1Г дорожники должны сделать до середины августа. Контракт еще не подписан, но его планируют заключить к концу следующей недели. Новый асфальт по гарантии должен продержаться 5 лет. В ближайшее время мэрия выставит на торги еще несколько участков дорог. Напомним, во время своего визита в Ачинск председатель правительства Сергей Верещагин обещал городу ежегодную прибавку в 100 миллионов на ремонт дорог, пока не будет достигнута сумма в полмиллиарда. Именно столько денег по подсчетам местных властей нужно, чтобы к 350-летию не было стыдно принимать гостей. В этом сезоне Ачинск получил 320 миллионов. Теперь такие прогулки коров-дальнобойщиц дорого обойдутся хозяевам. Сегодня в Ачинске выписали первый штраф владелицы рогатых беспризорниц. Как рассказали в мэрии, административная комиссия наказала женщину за выгул двух коров в неположенном месте. Соседи устали от нашествия этих вандалов и пожаловались в полицию, указав точный адрес хозяйки и ее данные. Теперь она заплатит полторы тысячи рублей. И каждая новая прогулка ее кормилиц обойдется еще дороже. Максимальное наказание составит пять тысяч рублей. Причем, как уточняют в административной комиссии, штрафовать они могут хоть каждый день. А у нас есть свежая подборка коровьего штрафбата. Рогатые беспризорники, похоже, в Ачинске чувствуют себя королями дорог. Уступать им вынуждены даже водители большегрузов, невзирая на правила. Это еще одна банда бродяжек с тягой к прекрасному. Свои автографы эти ценители красоты оставляют в сквере металлургов и на дворовой клумбе, которую обустраивали школьники из трудовых отрядов. Вот для этих вот ценителей красоты благоустраивают. Если вы опознали этих коров и вам известны данные их владельцев, сообщите в полицию по номеру на экране. К слову, штрафы за коровье бродяжничество пополняют городской бюджет. Глядишь и накопим на что-то хорошее. Восьмилетнего спасателя Федора с сестрой Дашей так встречают в горном детсаду. Он уже закончил первый класс, а сюда пришел на правах старшего товарища. Его любимая и первая воспитатель Ольга Герман сейчас в отпуске. Но Федю беломестных теперь все в садике и в школе называют наш герой. Давай, Федя. Меня зовут Сергей Александрович. Ну, тебя мы все знаем. Федор у нас отзывчивый, очень добрый ребенок, всегда помогает. И вот когда я узнала про ситуацию, которая произошла, мне мама по телефону рассказала. Я просто была в шоке, что не каждый взрослый может даже так отреагировать спокойно в такой сложной ситуации. На 1 сентября у нас всегда классные часы проходят. Обязательно при всех детях я расскажу эту историю, чтобы все и так же одноклассники гордились нашим Федором. Напомним, на прошлой неделе новости ОСА рассказали, как мальчик спас из пожара пятилетнюю сестру. Во время грозы молния ударила в дом и загорелся гараж. Дети в это время спали одни. Федя проснулся и вывел Дашу из задымленной комнаты. А потом успокаивал, пока приехали пожарные и потушили огонь. В нашей съемочной группе юный спасатель наизусть рассказал, как надо вести себя в опасной ситуации. Его и других малышей учат этому на занятиях по пожарной безопасности, говорит педагог-логопед Наталья Новолодская. Все знают, что как только пожар, надо выходить и всем вместе собираться. Они все знают, что нужно делать. Строим, идут и выходят за территорию детского сада, одеваются и идут. Даже самые малыши у нас, если вы посмотрите на наши сайты, у нас тоже есть фотографии. Даже самые маленькие, которые спускаются по нашим эвакуационным лестницам, они тоже шагают. Я играю за спичками. Что нужно делать, когда пожар начинает? Что надо делать? Я нужно убивать. Надо обязательно из дома. Из дома. А еще что нужно делать? Обязательно соберенку не забыть. И братьев. И всех братьев. Вместе с Федей и Дашей Беломестных детсадовцы сегодня еще раз повторили правила пожарной безопасности. А юного героя наградил председатель районного совета депутатов Сергей Куранин. Сегодня, в первую очередь, спасибо родителям, что они воспитали такого сына. Я так понимаю, что ему это изначально было разлучено, показывано, конечно, в детском саду. Только спасибо работникам детского сада, воспитателям, которые те меры безопасности при пожаре, основы, которые мы преподали в детском саду. Ну, и за благодарность, да, я, наверное, герой сегодняшнего репортажа хотел бы поднести маленький подарок. Спасибо, Федя, тебе за твой подвиг. Я бы сказал, так и назвал бы это подвиг. Сегодня мы, взрослые мужчины, должны брать пример с тебя. Наталья Сусанина, Константин Алексеев, телеканал ОСА. Здравствуйте, дорогие телезрители. Лето – жаркая пора для многих организаций и служб. За короткое время нужно выполнить большой объем ремонтных работ. Это же касается и ресурсоснабжающих организаций. Километры трубопроводов нужно подготовить в срок. И об этом сегодня мы и поговорим. У нас в гостях генеральный директор ООО «Теплосеть» Валерий Юрьевич Овчинников. Валерий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Юрьевич, предлагаю начать вот с чего. Ремонтная компания вашей организации в разгаре. К какому сроку вы планируете закончить все работы, в том числе восстановить асфальт? Ведь второй год в Ачинске изменены правила благоустройства. Если раньше вы асфальтировали на следующий год, то теперь по окончанию работ сразу же. И, кстати, опыт как показал – это хуже или лучше? Давайте начнем с первого вопроса. По факту мы помним прошлый год, и задача стояла – закончить ремонты по сетям теплоснабжения до 15 августа. В этом году никто эту задачу не снимал. Соответственно, до 15 августа мы планируем закончить полностью те планируемые объемы по сетям тепловодоснабжения и, соответственно, уже выходить в начало отопительного периода. По воде у нас программа спланирована до 30 сентября. Ну, соответственно, до 30 сентября мы планируем закончить все мероприятия по сетям водоснабжения и водоотведения. В части асфальта есть у нас сейчас такая, я бы сказал, даже большая проблема, связанная с тем, что мы в рамках 223-го федерального закона вынуждены торговаться. С учетом того, что у нас, мы видим, идет увеличение объемов по ремонту дорожного полотна в рамках тех контрактов, которые заключают органы местного самоуправления, до сих пор не можем найти подрядчика. Но обсудили эти вопросы с теми подрядными организациями, которые сейчас занимаются ремонтом асфальтобетонного покрытия по муниципальным контрактам, осенью они готовы зайти на наши объекты и произвести замену. Восстановление асфальтового покрытия. В части опыта, ну, знаете, как сказать, с одной стороны, да, мнение вроде бы правильное о том, что мы должны закрывать в этот же период, но здесь все зависит еще от компетенции подрядчика и от качества проводимых работ. В принципе, прошлый год показал о том, что в этот же год те участки, которые мы заменяли, в этом году каких-либо таких неблагоприятных последствий в виде просадок нету, да. Ну, дальше будем смотреть. Как бы именно под эти правила мы сейчас подстроились. Говоря о качестве, на эти работы тоже существует какая-то гарантия. Понятное дело, что это не ваша личная гарантия, не ваша организация гарантия, это гарантия от того подрядчика, который выиграет конкурс на выполнение ремонта асфальтного полотна. О каких сроках гарантийных идет речь? Три года. Ну, как бы стандартный срок, потому что фактически то, чем мы занимаемся, ну, я бы отнес в большей степени к ямочному ремонту. Это не капитальный, не текущий ремонт, это ямочный ремонт, потому что прокладка сетей носит локальный характер, соответственно, мы закрываем локальные зоны. Вот в эти три года как идет работа с подрядчиком, который выполнил работу, если вдруг что-то сделано некачественно? Ну, мы, в принципе, на постоянной связи с подрядными организациями. Сейчас можно сказать, что в большей степени те недобросовестные подрядчики, которые занимались у нас, как у нас ремонтом, так и по муниципальным контрактам, в принципе, понимают и осознают всю важность того, что они делают для города, для края. Поэтому таких ситуаций, как с подрядчиком по улице Свердлова, ну, у нас больше нет. Планы на ремонт вы выстраиваете в том числе по результатам гидравлических испытаний. Как часто появляются адреса, которые вне плана, и как часто аварии вносят коррективы вот в летний план ремонтных работ? Ну, смотрите, здесь необходимо заходить с двух сторон. Первая сторона – это, понятное дело, проведение гидравлики. У нас, как правило, запланировано от 5 до 10% это дополнительно на замену сетей, потому что действительно у нас после проведения гидравлических испытаний вылазят определенные проблемы. Если туда заходить, мы, как правило, меняем трубу полностью, не ограничиваемся чопиками. Все-таки это тепло, как-никак. Если видим, что труба в надлежащем состоянии, полностью всю протяженность меняем. Плюс второй вопрос у нас – это те муниципальные контракты по благоустройству, которые выплывают у нас в мае, в апреле месяце. Вот сейчас у нас вышел контракт по улице Стасовой. Там нам необходимо порядка 50 метров трубы утопить. В любом случае делать надо, потому что так это не оставишь, и на следующий год уже после проведенного благоустройства не зайдешь. Поэтому, в принципе, в любом случае закладываем. Необходимость проведения этих работ, ну и выполняем. То есть это не является какой-то прям неожиданностью? Это все равно как бы прогнозируемый в какой-то мере процент? Конечно, потому что, в принципе, все те места, которые есть, мы знаем. У нас же помимо гидравлики выплывают те аварийные ситуации, которые у нас случаются в процессе отопительного периода, где мы корректируем. Поэтому 5-10% именно вот в рамках вот этого мы держим определенную сумму для того, чтобы выполнить мероприятие по устранению. Говоря о планах, о каких объемах идет речь в этом году? В этом году, смотрите, у нас, в принципе, метраж изменился. По сетям теплоснабжения это порядка километр 800. Но это связано с чем? С тем, что мы меняем магистральные сети. Мы поменяли 500-ку уже на Русал-Квартале, это на Гагарина, где мы делали переврезку. Сейчас у нас идет ремонт 800-ки по улице Свердлово в районе 7-11. Плюс меняются задвижки. То есть это очень дорогостоящее оборудование. Поэтому метраж уменьшился. Но выделяемая сумма, она осталась именно в прежнем размере. Второй год вместе с вами мы наблюдаем рост числа провалов. То ливни подмоют, то плита какая-то провалится. Ранее вы комментировали, что дальше таких ситуаций может становиться все больше и больше. Сейчас городские власти впервые проведут ревизию городских сетей. Как, на ваш взгляд, это поможет предотвратить подобные ситуации? Здесь несколько необходимо разделять ревизию городских сетей и провалы. Основная причина возникновения провалов, это первое, наличие аварийных ситуаций на наших сетях, когда идет подмыв. Там мы устраняем. И второе, это отсутствие ливневой канализации как таковой в городе. Она вроде как есть местами, но тем не менее вода имеет такое свойство, что промывать. Поэтому, да, действительно, не в этом году, уже два года мы наблюдаем о том, что по Ачинску участились случаи. Но со своей стороны хочу сказать, что с СОЖем мы оперативно взаимодействуем. Там, где им необходима помощь, мы, соответственно, оказываем помощь техникой и людьми. Там, где провал возник по нашей вине из-за аварийных ситуаций, там, соответственно, мы самостоятельно занимаемся отсыпкой. В том числе у нас провал один из видимых, который возник, это в районе Олимпа, да, когда мы устраняли аварийную ситуацию на пятом микрорайоне. В этом году мы это все устраним полностью из-за асфальтира. Что касается ревизии сетей, о которых неоднократно у нас говорил мэр, ну, здесь, как сказать, все прекрасно понимают, что сейчас все сети находятся в конкурсной массе. В первую очередь, ревизия сетей, оценка их технического состояния необходима для последующего заключения конституционного соглашения, чтобы определить те мероприятия, которые надо будет выполнять в рамках концессии. А концессия – это у нас долгосрочные договорные отношения от 10 до 25 лет. Но со своей стороны хотел, как бы, отметить, что за период деятельности у Теплосеть нами была произведена замена 39 километров тепловых сетей, это порядка 25% от общей протяженности, и 53 километра сетей водоснабжения, это 29% от общей протяженности. Те проценты и километры, о которых мы с вами говорим, они позволяют снижать процент изношенности сетей городских? Вы знаете, нет, потому что есть рекомендации Минстроя, есть рекомендации Ростехнадзора, именно в части тепловых сетей о том, что необходимо обеспечить в год замену не менее 5% от общей протяженности. Если брать в годовом эквиваленте, та производственная программа, которая утверждена в рамках тарифного решения, это не более 2,5-3%, то есть мы не можем даже в рамках вот этой вот производственной программы приостановить износ сетей. Поэтому здесь речь ведется о концессии, о дополнительных вливаниях, об инвестиционной составляющей, которая позволит нам снижать изношенность сетей теплоснабжения, потому что все прекрасно понимают, что это, в принципе, жизнеобеспечение. Я со своей стороны всегда говорю о том, что, ну вот, есть у нас программа капитального ремонта. Все недовольны ей, да, с жителей собирается плата для того, чтобы обеспечить капитальный ремонт, нормальное функционирование многоквартирных домов. Аналогичных программ по сетям тепловодоснабжения нет. Ну, грубо говоря, вы можете утеплить фасады, вы можете поменять внутрянку. Ну, если не будет тепла, то зачем все это было сделано? А я напомню, что сегодня у нас в гостях Валерий Юрьевич Овчинников. С ним мы разговаривали о планах ремонтных, о теплосеть, о проблемах, которые возникают, и о том, в какие сроки это реально сделать. Валерий Юрьевич, спасибо вам большое за беседу. Вам всего доброго, и вам, дорогие телезрители, желаю всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok